всем привет вот и зима настала и настало время варить морс из чаги но для этого нужно съездить за чагой так что погнали а снег идет а белая метелица едем мы за чагой а нихрена не верится вот и приехали ну что пошли за чагой какая береза высокая вот на ней чага просто огромные таких размеров будто лет десять тут росла все-таки зачем шел то и нашел сейчас буду ее разбирать размеров она конечно гигантских здесь вот верхнюю часть я летом забрал на это оставил до следующего раза так конечно же и не срубишь примерзла конкретно летом тут побыстрее и снять можно прямо сейчас брать и заваривать и ладно сейчас сниму ее покажу какая она большая просто гигантская чага и тут на килограмм минимум если больше а это еще большего размера просто гигантский размер чаги больше килограмм явно просто огромная чага вот такие две чаги получились массивные первый кусок отсюда летом забрал но эту 2 оставил на зиму думаю берете будет меньше ущерба если я возьму зимой а так пишите ваше мнение тоже интересно услышать вот и две тяжелые приеду домой взвешу интересно сколько они весит и а и а а а а Продолжение следует... Кастрюля четырехлитровая. Кстати, вот чага режется намного лучше после мороза, чем сухая. Немного яблок замороженных, пару жменев калины, можно даже три, и где-то стакан сахара. Вот из чего состоит мороз. Доведу его до кипения, и морс остынет и будет готов к употреблению. Добавлю еще немного яблок. Как только вода закипела, можно выключать газ и накрывать крышкой. Пусть остывает. Холодненький. Морс из чаги с яблоком и калиной замечательно получился. Чагу нужно совмещать с фруктами и с ягодами. Желаю всем здоровья, с наступающим кодом тигра и, как всегда, добра. Удивительно. Чага прям растет в такой доступности. Вот, наверное, чага. Вот в таком деле.